Привет, друзья! С вами Стас Черевко и мы подготовили совместно с магазином artmarker.ru еще одно интересное видео для вас. В этом видео мы вам покажем, как можно сочетать в одном рисунке спиртовые маркеры Z-Cure Color Twin S и пастель. Такая техника позволяет достаточно реалистично и очень привлекательно передать фактуру глянцевой крашеной поверхности, поэтому она особенно интересна и пользуется большой популярностью среди промышленных дизайнеров. Для примера мы возьмем шикарный автомобиль Ford Mustang 1970 года с желтым кузовом, то есть в желтом исполнении. Так, порядок нашей работы в такой технике следующий. Вначале мы работаем спиртовыми маркерами, делаем заливку, причем у нас будут получаться достаточно такие четкие грани, четкие границы. А следующим этапом подключаем пастель и делаем плавные растяжки. Итак, начну я работать с двух желтых оттенков. Кстати, вот наша палитра спиртовых маркеров. Так, работать я буду, как правило, широким пером маркера и мне еще понадобится лист бумаги, чтобы не пачкать рисунок. Так, а потом добавляем плавные растяжки и делаем плавные растяжки. Так, чтобы не прописать рисунок, чтобы не купить рисунок. Это будут у нас цветные такие наклейки, поэтому я их не заливаю, оставляю пока беленькими. Вот я использую белый лист бумаги, как маску, чтобы не выступать за края и лишний раз не растирать рисунок рукой. Так, теперь нарисуем вот эту полосу, нам потребуется линейка, и возьмем мы опять вот этот цвет. Добавляем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот поэтому это должна быть достаточно аккуратная работа Берем самые светлые оттенки серого 821 и делаем контур Дальше уже работаем вручную Это будет у нас самая темная часть, поэтому мы ее не боимся Так, еще введем вот здесь Так, и заодно подчеркнем форму дисков Здесь будет много слоев, поэтому заливаем не боимся вот таких разношерстных штрихов Но пока это не страшно Так, это самый первый светлый тон Далее возьмем вот этот теплый серый И зальем вот эти участки колес Дальше Так, заодно этими жетонами доработаем вот здесь. Так, теперь мы будем создавать объем колеса, объем покрышки, объем резины. Для этого нам понадобятся опять же вот эти кружочки. Вот так. Вот что у нас получается. Постепенно, делая круг за кругом при помощи вот такого нехитрого приспособления, мы получаем такую объемную, прям аж такую вздутую резину. Очень неплохо получилось. Поэтому заднее колесо все в принципе то же самое. Я на этом особо акцентировать внимание не буду. Теперь можно взять еще, пожалуй, самый темный маркер из всех наших. Это вот этот 829. И вокруг колеса хорошенько пройтись, чтобы оно сразу у нас немножко вышло на передний план. Так, кружочки мы пока уберем. Вот у нас колесо сразу стало поярче, прямо повеселее. Так, подчеркнем здесь вот этот элемент. Вот так. Как вы заметили, я одни и те же цвета использую и в кузове, и на колесах. Так, это связь цветов. Мы об этом поговорим. Может быть, отдельный ролик для этого сделаю. Главное, что цвета повторяются в рисунке, и это делает наш рисунок более привычным для восприятия глазу. Так, возьмем вот этот 826 и поработаем над хромированными элементами. Я сильно их не будем заливать. Вот так покажем, что они у нас такие блестящие, что-то в них отражается. Итак, этап работы маркерами практически закончен. Остается лишь сделать падающую тень в нижней части, то есть под машиной. И несколько штрихов лайнерами подчеркнуть кое-какие детали самой машины. Так, добавим тень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй этап работы над нашим Ford Mustang это используем пастель для того, чтобы сделать плавную растяжку в верхней части корпуса. Для этого мне потребуется лист бумаги, на который я стачу немножко желтой пастели. Вот как это делается. То есть я стачиваю пастель вот в такую пудру. Пастель просто требует достаточно аккуратной работы, но бояться ее не нужно. Можно к этому быстро привыкнуть и делать классные рисунки. Также нам потребуется четвертая часть пластиковой карты. Главное, чтобы она была жесткая. И фрагмент такого синтетического полотенца или салфетки. Только салфетка обязательно не бумажная. То есть это то, что называется влажная салфетка, только она должна быть сухой. К примеру, если у вас есть старые такие завалявшиеся, ну и высохшие салфетки, это очень даже вам подойдет. Оборачиваете вокруг вашей пластиковой карты. Получается вот такой вот что-то типа тампона. Так, хорошенечко прижимаете. Набираем пастель. И обязательно попробуем где-то вот здесь, чтобы у нас линия легенькая получилась. Начинаю работать пастелью. То есть я сделаю так, что у меня вот в этой части кузова будет проходить такая самая-самая светлая полоса. Так, я смотрю, что у меня пудры осталось очень-очень мало. Так, я беру еще раз. Пробую. Чтобы не оставалось никаких следов от больших крупиц. Пока убираю. Повторяю то же самое. Так, проделываем то же самое с верхней частью. Опять аккуратненько закрываем. Закрываем. Вот здесь. Используем лист бумаги как маску. Так, хорошо. Набираем пудры. У нас ее в избытке. Подтягиваем салфетку. Пробуем. Если у вас пастель попадает на маркер, ничего страшно. Потом пастель убрать с маркера можно. Это запросто делается. Главное не проходиться маркером по пастели. Иначе вы забьете наконечник. Теперь мне нужно взять немножко другого цвета. Я возьму стачу вот этот розовый и пройдусь этим темным розовым вот по верхней части. Вот здесь. Прямо по желтому. И вот такими движениями подчеркнем. Чтобы у нас форма была вот такая вот не гладкая, не ровная, а чувствовался объем. И добавим немножко этого розовенького на капоте. Делаем то же самое. Набираем пудры. Делаем то же самое. Теперь для чего я сделал вот эти ксерокупии? Мне копии нужны для того, чтобы сделать маски. Что такое маска? Я вырезаю мою машинку. Вот маска. Это дает мне возможность сделать очень плавный красивый фон. к примеру синим цветом. Что я сейчас и сделаю. Хотя нет, в начале я сделаю светлое голубое окошко. Для этого не потребуется еще одна маска, которую я тоже подготовил из копии. Вот еще одна моя маска. так, ну и завершающий этап это сделаем фон тоже из синего цвета, используя заранее подготовленную из копии этого рисунка маску. Так, для этого нам потребуется опять наша вот эта вот штука. Так, я рисунок переверну. Так будет удобней. Так, ровняем. Ровняем. И делаем вот такие вот движения. то есть от машины никаким образом не туда. Иначе мы будем пастель загонять под маску. Так, излишки убираем. Так. Итак, наш рисунок готов. Я добавил порядковый номер, чтобы сделать машину поинтересней. Так, что используйте спиртовые маркеры Zicure Color Twin S совместно с пастелью, делать интересные спецэффекты и ваши рисунки станут более привлекательными. На этом все. Спасибо за внимание. Всю палитру маркеров можете приобрести в магазине artmarker.ru С вами был Стас Черевков. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok